Всем привет, меня зовут Роман Жарков. Сегодня у нас видео про месть. Заказала это видео Юля. Юль, привет. Она уже дарила нам видео про судьбу, которое я снимал на поле ветрогенераторов. И прежде чем перейдем к основной теме, план будет таков. Небольшая вводная часть, чтобы расслабиться и настроиться. Потом мы почитаем статью одного психолога, которую Юля попросила прочесть и откомментировать. Называется «Статья величайшего психолога Максима Власова». Ну, психолога, знаете, сейчас таких много психологов из интернета. «Священный огонь мести» называется. Это будет очень полезно, эту статью прочитать, посмотреть, что у людей в головах плавает. Это в целом хороший будет срез нашего общества. А потом уже по существу поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне он очень понравился. И он немного в тему. Когда у меня в августе был день рождения, и вот ребята из Ашрама собрались, и все так здорово меня поздравили. Спасибо вам еще раз большое всем. Это невероятно было приятно. А кто-то присоединился позже, просто из драгоценных зрителей, кто не тусуется в Телеграме. И вот Дмитрий с мощнейшим ником «Масляная живопись» там написал поздравление солнечного Тбилиси. Ехал как-то по горам прекрасной Грузии молодой джигит со своей красавицей-женой. Он был силен, как бык, быстро, как горная река. Глаза у него были, как у орла, кинжал острый, как приступ аппендицита, ум извилист, как каракуль на папахе. И вот на скале над дорогой появился горный козел, и джигит на полном скаку выхватил свое ружье и выстрелил в животное. Но ни один мускнул не дрогнул на морде у козла. Тогда он установил своего коня, джигит, и, прицелившись, выстрелил еще раз. Но козел даже не шевельнулся. Тогда джигит слез на землю и, встав на колено, выстрелил еще раз. Но козел только отскочил в сторону. А когда джигит захотел лечь для выстрела, козел уже исчез. И молодой джигит, и его молодая жена умерли с голоду. Так выпьем же за то, чтобы на нашем жизненном пути не попадались вот такие козлы. Ну что, погнали! А теперь статья «Священный огонь мести». Пишет, значит, нам Максим Власов. Я, ну, все, начинаю читать. «Я не собираюсь рассуждать о том, что правильно – мстить или прощать своих обидчиков и врагов». Кстати, запомним эту фразочку, что он не собирается рассуждать о том, правильно это или неправильно, мстить или прощать. Интересно, о чем он вообще, да, собирается говорить. «Я психолог, и вижу только последствия того или иного действия. И считаю, что у свободного…» Вообще, я немножко это не вижу, это связи. «Я психолог, и вижу, как будто психолог – это человек, который видит только последствия того или иного действия». Ну, даже не знаю. Даже, наверное, видеорегистратор это видит, да? Или он имеет в виду подводные течения? Ну, посмотрим. «И считаю, что у свободного в душе человека должен быть выбор между местью и прощением». Ну, здесь тоже мне немножко странно, потому что… Что значит «у свободного человека в душе почему-то, да, в душе свободного» должен быть выбор? Ну, логично предположить, что у свободного человека есть выбор между местью и прощением, потому он и свободен, да, он может выбирать. Ну, да ладно, это же психолог, да, он может быть не силен в слове. «Потому вам решать, как вы будете жить? Будете ли вы мстить или прощать?» А, ну, то есть мы, значит, все автоматически свободны, да? Ну, хорошо. Но о том, как и то, и другое влияет на вашу психику, я вам расскажу. Ну, классно. Библия нас учит прощать. Превознося это над желанием отомстить. Но не говорит о том, что человек, простивший обиду, психически подавляется. Очень интересно. То есть это утверждение. Он утверждает, что если я простил кого-то, да, какую-то обиду простил, то это я психически теперь подавлю. Ну, хорошо. Ладно. Я просто забегая вперед, сразу вам скажу, что вся эта феерия вокруг подавления, нельзя ничего подавлять, это же тоже цирк. Но мы уже в 21 веке. Да, честно говоря, и в древности это не было тайной. Это так. Ну, Фрейд, да. Ну, нанюхался человек кокаина. Ну, кое-что интересное он рассказал миру. Частично это так, частично нет. Ну, зачем же об это головой постоянно биться? Чтобы что-то подавить, вот это знаете, как в Китае с женщинами или в Японии, или в Китае, чтобы маленькая нога у них была, да, как уродливая. Им там специальные башмаки с детства одевали, чтобы пальцы заворачивались туда, вот на окно. Уродовали женское тело, ну, так это считалось нормально. Что нужно было? Нужны годы были. Годы подавления. То же самое здесь, когда мы говорим о психике. Это искусственное деление, там, подсознание, бессознательное сознание. Можно просто сказать, есть сознание. Бессознательные в нем процессы идут, сознательные, осознанные. Это уже зависит от нашего уровня, там, развития, да, самосознания, какие-то процессы, зачем мне осознавать, как у меня волосы растут, да, и так далее. Но, что вы можете почувствовать и понаблюдать, подавление, это не разовое мероприятие. Если сейчас мимо пройдет какая-то очень красивая, прям, девушка, с каким-то таким невероятным телом, что мой мозг, он просто закричит, да, закричит, скорее же, совокупись. И, допустим, я не последую этому импульсному порыву. Ну, и как вы думаете, это будет дичайшая у меня фрустрация? У меня жизнь пополам, что ли, сломается от этого? Ну, наверное, если я буду подавлять вот сексуальное желание сильное там долго, да, это, конечно, наверное, примет какую-то патологию. Если я хожу об этом, думаю, мне, ну, как минимум, мне организм начнет символизировать с нами, да, с нами, причем во снах он будет все равно производить разрядку. Это не такая прям великая проблема, но не идеально, наверное, да, хорошо. Ну, с этим можно разобраться. Разовое мероприятие тут ничего. О какой, значит, обиде речь идет? Что я хожу 20 лет на кого-то обиженный? Ну, ладно. Просто здесь человек не поясняет. А как я могу с ним разговаривать, если он не поясняет? Для него что, обида одна, что ли? Что такое обида? Это я сейчас... Вот смотрите, к вам даже подходит ребенок и просит вас купить мороженое. Из древней индийской философии мы знаем, что он может попросить вас в трех стадиях. Это Брама, это как его там, Вишну и Шива, да? Созидание, вот осуществление, существование, там, поддержание равновесия и разрушение. Разрушительная стадия. Ну, то есть все, что-то цветок родился, он цвел, он пах, и он бах и завял. Все, осыпался. В каком состоянии ребенок подходит? Ну, мы это интуитивно видим. Ну, невнимательный родитель этого не видит. То есть, на первой стадии это ему только что взбрела идея. Он увидел рекламу, увидел мороженое у другого, там, дяди в руке, подбежал к вам, купи-купи мороженое. Если вы ему сейчас скажете, забудь там, или попозже, там, или не сейчас, погоди там, сынок, погоди дочурка, он уже через пару минут это забудет. Его психика чем-то другим увлечется. Нет проблемы. Если он подходит на второй стадии, это уже у него план. Он уже хочет мороженое. Может быть, даже не один день, да, может быть, вы уже обещали. Он уже даже спланировал, что рядом есть какое-то кафе, вот, или же, где вы можете все это купить, да, или киоск. То есть он подошел с обдуманной, осмысленной к вам просьбой. И здесь просто от него отмахнуться, сказать, нет, ну, неправильно. Надо поговорить, уже ему теперь объяснить причины, почему мы, например, сейчас не будем есть мороженое. Может, предложить какую-то компенсацию в будущем, да, что сейчас давай так, а потом так. Уделить внимание этому вопросу. А третья стадия уже, стадия разрушения, это когда он уже смирился. Он уже столько ждал от вас этого мороженого, да не первый раз вы ему отказываете. Он подходит попросить, ну, уже чисто формально, понимая, ну, еще вот последняя надежда, да, надежда умирает последней, поэтому ее так тяжело хоронить. И вот этот ребенок уже, бедолага, он подходит с вот этим вот тоской в глазах или отчаянием, он сам уже не верит, что вы купите, но он должен попробовать. И он вам говорит, ну, как вот насчет мороженого, да, можете купить мороженое, ну, или как-то так. И здесь, конечно, лучше купить мороженое, потому что, вот здесь реально человечку можно всю жизнь сломать. Его, как минимум, его вера в человечество упадет на несколько пунктов, существенно, на 8-9 пунктов его вера в человечество точно упадет после вашего отказа. Понимаете, да, и здесь мне лепят что-то про обиду. Какая обида? Сиюминутная или 30-летняя, да, на что я обижен? Ну, ладно, это для него не проблема, я это уже понял. Он на таких вещах даже не заморачивается. Обида, давай бабки, сейчас, сейчас я с тобой поговорю, все, пошла консультация, мощнейшая, я же психолог, я же обучен, у меня диплом есть, ё-моё. Я мощнейшие статьи в интернете, бамблю. Его внутренние силы покидают его каждый раз, когда он вынужден простить из-за неспособности что-то предпринять. Блин, это уже какая-то, какая-то хиромантия из серии, вот знаете, это тонкие энергии, его силы, если женщина переспала с мужчиной, то только через 7 лет ее кокон-ауры восстановятся, потому что он проколол, этот проказник проколол ауру, и теперь как вампир на расстоянии качает женскую энергию, да, юбку давайте женщине надевать, уже бы энергия земли в колокол туда залетала, это что-то подобное, я просто потрясен. Внутренние силы покидают каждый раз, когда он вынужден, вынужден падла простить из-за неспособности что-то падла предпринять. Конечно, здесь вам может показаться есть рациональное зерно, ну действительно, человек, вот он терпит, он прощает, потому что он слаб, да, не может сказать нет, но мы об этом, поверьте, мы об этом поговорим, поверьте, мы не оставим это без вопросов, точнее, мы не оставим это без ответа. Ну ладно, едем дальше. ветерок нормальный, но я думаю, что со звуком все у нас будет неплохо. Я же начинающий профессионал, не то, что некоторые, уже, наверное, 20 лет по психологам молотит Максимка. Ну погнали, Максим, удиви меня. Многие психологи, многие, но чмошники, советуют прощать своих врагов, конкуренты, короче, должников, обидчиков, тем самым избавляя человека от груза на душе. И это действительно работает, пишет Максим. Нормально, да? А еще, ребят, я же сказал, что это работает. У меня просто свой подход, свой метод. И это действительно работает. Человеку действительно становится легче. Но это происходит не потому, что он совершил что-то великое, простив всех. Нет. Просто он перестал искать возможность отомстить или вернуть свои деньги. Ну, и что, Максим, дальше? Ну, ладно, сейчас, наверное, Максим пояснит. Человек, а нет, все, он уже за другое взялся. Оптимально. Ну, мы понимаем, мысль, да, что конкуренты лохи, вот многие, точнее, многие психологи это фигню предлагают. Типа, давай бабки, давай сейчас постараемся всех простить. Максим, он не такой. Ну, пишет дальше нам Максим. Так, а рекордер мой звук пишет. Оптимально. Человек испытывает беспокойство не потому, что его обидели, обманули или унизили, а потому, что он не видит возможности поквитаться за это, а также потому, что его сознание пригвождено к тому моменту, когда ему было плохо. священный огонь мести, насколько я помню, эти слова принадлежат Аль Капоне, пишет нам Максим. Итальянскому мафиози. Наверное, Максиму, когда скучно, он сидит в своем кресле психа, психа, кого там, психолога, да, и представляет себя Аль Капоне. Он заходит очередной этот, этот, как этот, ну, молодой карасик, да, должник мафии, давай бабки на стол, рассказывай, хочешь отомстить? Как я тебя понимаю, старина, у меня в мафии, а, подожди, извини, а, я же Максим, я психолог, ох ты, блин, что-то я, что-то я увлекся, так, 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 в чем ваша проблема? Итальянскому мафиози, который понимал, понимал, как и Максим, их таких немного осталось на планете, кто понимает это. Аль Капоне да Максим, который понимал, что прощать, значит, медленно умирать. Запомнили? Это и есть медленная смерть. Но беспокойство исчезает с чувством осознания, что может прийти твое время, когда ты заставишь всех заплатить тебе сполна. «Сынок, не расстраивайся. Тебя там что в школе сегодня опять чмырили, да? Ничего. Однажды ты вырастешь, и твои руки обогрятся кровью всех твоих врагов. Сынок, пойдем посмотрим сейчас один фильмец. Там чувак бензопилой захерачил 40 этих ребят. Вот так та же самая басня ждет вот этих вот твоих, ну, вот этих, кто тебя обижал. Поэтому ты к папе больше не подходи с этой проблемой. Ты просто потерпи, но запомни, месть, блюдо, которое подают холодным, как говорил великий Аль Капоне, священный огонь мести, все нормально, подрастешь, отомстишь. Твой папка так же сделал, не парься. Нормально все, сынок, терпи. Но не забывай, ни в коем случае не прощай этих хулиганов. Так, где мы остановились? Любое душевное беспокойство можно снять как порчу. Снимаю любое беспокойство. Без всякого прощения, пишет Максим, можно снять. Надо лишь отомстить. Нет, это я шучу. Он пишет, надо только верить в себя и не мириться с поражением. Ну, окей, понял, сынок? Все, ты главное, как сказал дядя Максим, верь в себя, не мирись с этим поражением. Это вообще не поражение. Проиграл битву, не проиграл войну. Правильно? Все впереди. И любое душевное беспокойство, сынок, с тебя дядя Максим снял. Поэтому, пишет нам Максим, я не поддерживаю своих коллег, которые, как мне кажется, просто ищут более короткий путь помощи человеку. Да ты уж скажи неправильный, да, если путь короткий, но эффективный, зачем идти длинным? Ты уж говоришь, что, блин, хреновый путь это. Если подходить к вопросу прощения именно таким образом, прости, и тебе станет легче, тогда человеку лучше идти не к психологу, а к священнику, говорит нам Максим. Интересно, интересно психологи пляшут, потому что, ну, а в чем проблема? То, что священник бесплатно или за меньшие пожертвования это сделает? Какая разница, да, если это работает и это короткий путь? Ну, пусть к психологу человек идет, да, если ему комфортнее к психологу. Ему комфортнее священника, пусть к священнику. Тебе жалко, что коллеги этим зарабатывают, что ли, что они прикидываются как священники? Или в чем проблема? Ну, Максим объяснит, в чем проблема. Он не лыком шит и не первый раз замужем. Да-да, не женат. Религия является тем средством, нам рассказывает Максим, профессионал, понимаете, по религии, которая утешает слабых. А Библия является единственным для них ориентиром по жизни. Да, а алкоголь, видимо, утешает сильных, да, Максим? Утешает слабо, слабаков религия утешает. Ну, сегодня мы не про религию, да? Однако, путь сильного человека, ну, такого, как Максим, сильного, реально сильного человека, никак не допускает прощения. Ведь сила человека, например, зависит, прежде всего, от силы его духа. Вам не кажется, что Максима чутка в религию все-таки несет? то он нам говорил свободного в душе человека, то уже сила духа пошла. конечно, все эти слова, они имеют, мне как-то в каком-то видео я говорил про физику, ну, и что-то там упомянул, слово душа. И мне там один, один, один юный, научповец, ну, он негодовал. Он не понимал, как может современный человек употреблять слово душа. Я ему посоветовал в словарь заглянуть, он проигнорировал совет. Я ему процитировал словарь, что душа, это значит психика, а психика от психея, что там с греческой или с латыни означает тоже душа. Но это понимается в современном мире, как религиозно, так в том числе, и как просто внутренний мир человека. Ну, психика. То есть то же самое, что психика, психея, ну, по-русски душа. Что мы душой иногда называем просто наш внутренний мир. Но современным научпоповцам этого не понять, к сожалению. Молодым, юным, юным карасикам, ну, как правило, гуманитариям, которые хватанули мощнейшего научпопа, и теперь знают, как этот мир устроен. Ну, короче, вы поняли, о чем следующий абзац. Следующий абзац о том, что Максим, в отличие от этих его коллег, сильный человек, потому что он, прежде всего, у него мощнейшая сила духа. Это мы, ладно, мы поняли, Максим. Так, а сила духа, он пишет, невозможно, если вы постоянно сдаетесь в свои позиции. А здесь, вы знаете, это вот, как вот эти, все вот эти лекции, да, вот по отношению Тарсунова, кстати, Даса, да, люди почему-то вот этот опиум в уши себе так легко принимают, только из-за того, что они время от времени говорят, что 2 плюс 2 равно 4, да, и все. Ну, просто это озвучивают. И мы слышим это, ну да, если сдавать свои позиции, это же получается, я слабак, ну да, охренеть, значит, Максим прав, все, пойду к Максиму. Потому что, ну ладно, вот сейчас он сам, сейчас он выдаст все козыри против себя. Элементарный пример пишет нам Максим. Если вас избили и вы простили обидчиков за это, вы будете обходить стороной то место, где это произошло и бояться каждого, кто вас пытается избить. Ну ладно, это я думаю, просто Максим нам рассказывает историю своей жизни, мне это неинтересно. Меня, например, тоже очень сильно избивали, так что даже потом суд был, но у меня нет никакой обиды и место я тут не обходил. И даже с этим человеком я потом здоровался. Так, и это потому, что вы не знаете, как вам быть в такой ситуации. Вы не отомстили, а значит, не знаете, что предпринять в подобной ситуации. Что-то еще разок, да мы поняли уже про ситуацию, Максим. Ну короче, Максим говорит, да, ты не отомстил, ты облажался. К тому же, не забывайте главного, человек, который вас, который безнаказанно вас поимел, интересно выражается психолог Максим, обязательно сделает это снова и будет делать до тех пор, пока вы будете позволять ему это. Это закон природы. О, интересно, он еще и специалист и по религии, и по законам природы. Здесь нет никаких нравственных и моральных аспектов. Такова наша психология. Ну да, он же психолог, поэтому он знает, какова наша психология. Ну вот видите, вот это и называется подмена. То есть о чем он здесь говорит? Он смешивает в понятия месть такие понятия, как справедливость, такие понятия, как дать сдачи, такие понятия, как общие, не давать себя в обиду, уметь сказать нет, иметь чувство собственно достойности. Ну 2 плюс 2 равно 4. Конечно, если углубляться в определение месть в словарях, ну там действительно может быть, что это просто желание восстановить справедливость в человеке, как-то наказать в ответ ответчик, обидчика, еще что-то. Но нет, месть на то и месть. Забегая вперед, я вам сразу скажу, месть это состояние сознания. Вынырнете вы уже из этого сна. Он сделал то-то, а я то-то. Да это все понятно. Как вы к этому относитесь? Вы горите эмоционально. Почему человек приходит, допустим, к психологу с проблемой мести? Потому что он этим, он это огонь. Это угли, как и обида. То есть обида на другого человека, а угли-то в наших руках. Они жгут нас, они нас разъедают. Это мы мучаемся. А обидчик, может быть, вообще радостно бегает, он счастлив просто. Он вот счастливый человек. Он забыл о вас даже, о вашем существовании. А вы себя сжигаете, отравляете. Вы, огромные ваши эмоциональные ресурсы и мыслительные ресурсы задействованы в этой хрени. Вы вращаетесь в этой сансаре, вы хотите от нее освободиться. Даже если вы этого не понимаете, ну, это бремя. Вы хотите от этого освободиться. Вы не можете, вы живете прошлым. Ну, вот в чем проблема. Проблема в том, что вы пребываете в этом состоянии осознание. Максимус говорит, все нормально, пойди, да, отомсти этому человеку. И это решит твою проблему. Ну, во-первых, не решит, потому что, если вы живете в таких состояниях сознания, они для вас привычны, значит, это уже стало вашей чертой. Это как черта вашего характера, она укоренилась, она укрепилась. Это как раз ни за раз, ни за два произошло. Это, значит, вам свойственно, раз это до того докатилось, что вы ощущаете это как проблему, вы готовы читать статьи. Это уже серьезно. И какая разница, что вы... То есть, это надо учиться у Максима, как каждому мстить, на кого у меня что-то возникла обида. Обидели, отомстил, понял, что на самом деле тот человек вообще вас не обидел. Ну, вам показалось. Бывает, знаете, так в жизни? Показалось. Не так понял слова или быстро читал сообщение человека и не так слова прочитал. Обиделся, отомстил. Оказалось, не за что. Оптимально. Но пока продолжим статью, мы еще потом о реальном месте поговорим, что это такое. А здесь просто он, знаете, ради жареного словца заменяет слова дать сдачи, восстановить справедливость, какие-то элементарные вещи, а он везде пишет слово месть. Месть, вот отомсти. Вместо дай сдачи, иди отомсти. Дать сдачи это не отомстить. Это разные вещи вообще-то. Но не для Максима. И не для его клиентов. Месть это то, что позволяет вам забрать у того, кто вам должен. вы просто делаете это и все. Никаких личных пристрастий у вас быть не должно. Блин, есть чувак, Макс, если к тебе пришел клиент с проблемой, что его сжигает чувство мести, извини, но у него личное пристрастие, Максим, если ты не знал. Эврика, открытие психологическое, новое. Ни один психолог мира до тебя, Макс, этого не знал и ты не знал. А я тебе взял и рассказал. А я даже не психолог, я просто видеоблогер. Охренеть, да, Макс, Максон, открытие? Серьезно, я сам в шоке, Макс. Наверное, это, вот это кушские ветра, вот это надувает мне в голову какие-то вот эти прямозарения какие-то сегодня, как из рога изобилия. Сыплются и сыплются. Что ты поделаешь? Да, сегодня я в ударе. Так, короче, он тут опять про какую-то внутреннюю силу загибает, что когда ты это все мстишь и возвращаешь себе ту внутреннюю силу и уверенность. Помните, недавно мы смеялись, я вам рассказывал историю про чувака Кастанедеса, который мне загибал про острие, что у него с острием все нормально? Ну там острие надо, если ты родил детей, острие у них, надо его отнять, вернуть. Если дети померли каким-то образом, класс, острие автоматом походу возвращается. Если нет, есть ритуал. Ну, во-первых, надо, чтобы дети для тебя как мусор стали, ну, ты равнодушен к ним, и тогда ты можешь какой-то трюк применить. Я думаю, Максим, он когда, я думаю, возможно, в полях, в полях, где он вот это ужом вился, ерзал в траве полевой в поиске грибов, короче, псилоцибиновых. Там он это все поел, почитал книжку Кастанеды, но за это денег не платили, а Макс по счастливой случайности учился на психолога. Но про внутреннюю силу и острие он запомнил. Мстишь, возвращаешь силу, мстишь, возвращаешь внутреннюю силу. Макс, если у тебя есть внутренняя сила, ты ее не можешь кому-то отдать. Это твоя, Макс, внутренняя сила, понимаешь? Человек, который может штангу поднять, да, миллион килограмм, Макс, он не может эту свою силу передать другому, чтобы потом ее еще назад возвращать. Я не такой специалист, как Макс в этих законах природы, но подозреваю, что я говорю сейчас что-то похожее на правду. Но у Макса это нормально. У Макса нормально, как женщину, да, ведическую. Ее сексуальный партнер проколол ауру ей, сделал прокол. Семь лет теперь, падла, надо ждать, пока заштопается дырка. Будет подсасывать, как вампир. Семь лет нельзя заниматься сексом. Что поделаешь? Ну, или терпеть, или найти любимого человека, уже с ним заниматься, но через семь лет, этот будет падла, блин, семь лет подсасывать нам. Прокол в ауре. Потеря внутренней силы, понимаете? Про то же нам рассказывает Макс. И уверенность, которую вас когда-то лишили. Здесь Макс какую-то свою историю трагическую рассказывает между строк. Здесь главное, ну, здесь главное не терять голову. Месть – это такое блюдо, которое подается на стол холодным. Опять, да, в фильме ЦИ вспоминает. Я цитирую, все тех же мафиози. Максим, слушай, а когда у нас мафиози, да, они стали, ну, каким-то, я не знаю, эталоном поведения, идеалом, да, я не знаю, как так? Что там? Ну, почему так произошло? Это какой-то герой, герой, да, это достойный, или я даже не знаю, но, это какой-то, какой-то ориентир, да, наверное, хороший. Мафиози. То есть, заходишь в кабинет к Максу, там портреты висят великих людей. Аль Капоне, да, кто там еще? Вот это супер. Не важно, когда и где вы отомстите. Если вы твердо решили это сделать. Нормально, да, приходишь за деньги к психологу, и он тебе говорит, слушай, да все мафиози в стиле, не важно, где и когда ты это сделаешь. И человек, а человек там уже крутит, так, так, оптимально, ну, похоже, завтра вечером свидетелей не будет. Пойду наточу, да, узбекский нож, кинжал. Одену рубаху, расписанную цветами, все по ритуалу. Так, не важно, когда вы отомстите, если вы твердо решили это сделать, вы найдете возможность для мести. Красота, Макс. Возможно, вам это ничего не даст. То есть, главное, заплатите Максиму деньги, а поможет вам месть или не поможет, это уж извините, это уже не к Максу. Это уже не к Максу. Дело Макса, процитировать мощнейших мафиози, рассказать свои взгляды на жизнь. Прекрасно. Прекрасно, Максим. Так, возможно, вам это ничего не даст. Возможно, вы не вернете того, что потеряли, но вы вернете уверенность в себе. Если вы придете к Максу, скажите, Макс, я не вернул уверенность к себе. Он скажет, нет, ты вернул. Я же вижу по тебе, ты уверен, твои плечи немножко... Ты уже не так сутулишься, честно сказать. Ты чуть сильнее сутулился, когда первый раз ко мне приходил. Просто ты еще недостаточно отомстил. Вспомни, какое чмо тебя еще лишило. Ты еще не всю внутреннюю силу вернул, не все свои острия духа. Следующий. Отомсти следующему. И чуть-чуть уже нормально. Не всю ты внутреннюю силу вернул себе, старина. Вы не поверите, что он дальше пишет. Так, но вы вернете уверенность в себе, вы свершите правосудие. Ну, вообще, Макс, если ты не знал правосудие, да, это вот есть как бы органы, суд там, неважно, какой он, кто там продажный, кто нет, но просто раз уж ты упоминаешь слово правосудие, да, то ты, ну, ты должен это понимать, в чем смысл вот этих, суда, еще что-то. В том, что когда у людей конфликт, они эмоционально вовлечены в это. И только третья холодная сторона не заинтересованная. Ну, если ей дали взятку, она становится заинтересованной, но мы говорим вообще о хоть каком-то подобии, да, нормальной жизни человеческой. Она не видит это так, как это стороны видят. Для сторон это великая проблема, для не заинтересованного человека зачастую это не проблема. Он видит, что не так, кто прав, кто не прав, да, у него есть шансы более объективно увидеться, ну, в этом идея. Ну, да ладно. А когда вы в себе это вращаете, у вас свои представления о правосудии. Может быть, вы ошибаетесь. Может, другой человек вообще вам ничего не сделал. А вам сказали, что он вам что-то сделал, да, оклеветали его. А вы уже обиделись и месть продумали. Вы не будете сожалеть о том, чего не сделали. А, то есть, все правильно, если ты пошел и отомстил, даже если ты загремел на нары, да, то ты не будешь сожалеть о том, что ты не сделал. Ты будешь, зато я это сделал. А так бы ходил, мухился, да, не сделал. Оптимально. Ибо сожалеть о том, что сделано, совершенно бессмысленно. Это Макс заранее, да, себя постраховывает. Ну, ты же уже сделал это, теперь зачем себя винить? За это не надо винить. Молодец. Это совершенно бессмысленно, винить себя за прошлое. Красота. И в конце концов, умрете вы сильным человеком. Вот это я говорил. Как хорошо, да, Макс Заверновой? То есть, ты потихоньку, как вот магический кастанедовец, острие за острием. Но, правда, одно, а здесь много. Ты частями острие возвращаешь. Тому отомстил, тому, тому. Блин, чувствую, помню, помню, падла, лет в пять кто-то обижал меня. А я не помню. Хорошо, мама жила, позвоню, может, вспомнит фамилию этого негодяя. По соцсетям пробью и оптимально. Верну. Потому что есть цель умереть сильным человеком. Нормально, да? Не жить сильным человеком, а умереть. Красота. Потихоньку к смерти дорастете, всем отомстите, станете сильным. Там на ходу еще кто-то будет обижать, тоже мстите. И умрете сильным человеком. Замечательное достижение. На надгробном плите так и напишем. Сильный человек Максим. Оптимально. Вот это цель. А? Знаете, что он пишет? И в конце концов умрете вы сильным человеком, даже если не отомстили. Почему бы нет? Но не смирились и не простили. Вы сильный человек. Ну, то есть, видимо, тот, кто Максону когда-то провел по губам, он как бы очень сильный или очень далеко, или умер, да? И ты не можешь отомстить. Но ты не смирился. Это раз. Ты не простил. Два. Ты сильный человек. И умрешь ты сильно. И на могиле твоей напишут. Сильный мистер Икс. Ну, очень сильный мистер. А уж правильно это или нет, Максон, да? Он говорит, судить не нам, людям. Природа создала нас такими, да? Природа вина. Природа рассказала Максиму, что надо цитировать мафиози и советовать людям. Помните, да, как он красиво начинал? Как он там начинал сладко петь? Я не собираюсь рассуждать о том, что правильно, мстить или прощать. Да нет, Макс, ты нам впариваешь уже вторую страницу, что правильно мстить. И только так. Макс, я считаю, за такое сажать надо. Реально. За такую вот статью в интернете. Вот не за лайк и перепост, там, шутки над, там, не знаю, религиозной с чем-то, да, этими понятиями. Вот. Вот оно. Это, это, ну, это как? Это не надо расстреливать человека, да? Лес валить, трудотерапия. Ну, что-то он должен делать, но подальше от нас всех. Он, такой человек не может иметь право писать в интернет. Ну, конечно, может, да? У нас же величайшая свобода. Поэтому мы можем дискутировать, дискутировать. Но все-таки, я считаю, за вот эти советы, мафиози, цитаты, и мстить, ну, это, это какая-то жесть. Прямо вот так вот открыто. Это, это, это непорядок. Общественность возмущена в моем лице. Не знаю, как вы, вам это нормально? Вот, а вы как, одобряете Максона и его важнейшую деятельность психолога? Я-то просто не психолог, может, я не разбираюсь. Правильно? Ну, да ладно. В конце концов, Макс умрет сильным человеком. Не то, что я, да? А я так и умру, блин. Не пойми, чем. Возможно, во мне зависть сейчас говорит. Слушайте, а может, Макс меня обидел? И, в принципе, имя, фамилия, может, можно как-то найти и отомстить Максу? Потому что, я считаю, такое видео, где я просто там говорю, что Макс, как бы, Макс, как бы не Макс, да, это, это я не вижу в этом месте. Мне хочется как-то поагрессивнее, чтобы он ощутил мою, силу моей обиды. Тем более, сам Макс не против. Он мне дал добро, а Аль Капоне бы меня понял. Потому что, согласитесь, это достаточно священный сейчас во мне огонь загорелся. Ну, это не справедливость. Ну, по моему мнению, я возмущен. Это могут прочитать дети. Да? То есть, мне хочется активненько Макса найти и активненько ему отомстить. Я чувствую, я чувствую, как утекает моя внутренняя сила. Ну, реально, он меня неплохо сейчас обидел. Я как бы обижен, и моя внутренняя сила меня покидает. Я только-только начал возвращать ее, и тут она утекает в трубу. Я не хочу на своем надгробии слабый человек, Рома. Мне это не надо. Хочу быть сильным. Так, возможно, я не смогу отомстить Максу, тогда мне Макс посоветовал просто не прощать его, и что? Ну, короче, не смириться с этим. Главное, не смириться. Макс, я с тобой не смирился, я не простил, но я слышу хоха только опона. Ты слабак, ты отступил. Что значит смириться? Если он жив еще, Макс, значит, есть возможность отомстить. Мне просто надо его найти. Да нам всем надо просто его найти. И культурно объяснить Максиму, что он не прав. Почему нет? Если сам Макс этого просит, он прям горит этими идеями. ну вот абсурд, а? Охренеть! А правильно это или нет, судить не нам, людям. Я вам задвинул про мафиози и месть, а правильно или нет, природа создала нас такими. Я тут при чем, Максим нам говорит. Мы просто должны правильно понимать свою сущность. Заметьте, да? Начиналась статья. Я не собираюсь рассуждать о том, что правильно. Мститель или кто-то. И вот он уже нам пишет. Мы должны, мы просто должны правильно понимать свою сущность, так как я, Максим, ее понимаю. А не руководствоваться доводами других, таких же, как мы, людей. Мне кажется, это уже биполярочка какой-то попахивает. Но я не эксперт. Я психологии, психиатрии, ноль. Я это сразу говорю. В принципе, чтобы вы знали, я во всем ноль. Вы меня можете слушать только просто как рассказчика. Ну, интересно вам, да, такого блогера послушать просто, время так провести, скоротать. За едой, еще что-то, в удовольствие просто посмотреть. Ну, да, супер. Я, нет, я не говорю, что я в чем-то специалист. А вот здесь, ну, мне какая-то изнутри что-то шепчет. видимо, обида во мне говорит. Начинается оскорбление. Макс, у тебя биполярочка. Я видел это, это, у тебя как у этой девушки из кинофильма этого сериала Родина, которая на таблетках подавляет эту биполярочку или что там. Но если она не подавляет, она становится гением. Она раскрывает дела. Ух, там, ну, серьезно. Круто, все круто. Ну, да, видите, я обиделся на Макса. Я не смирюсь с этим. Я не прощаю Максима. Но священный огонь мести надо делать. Ну, ладушки, а ладушки, это еще не все. Фу, честно говоря, я устал от Максона. Но тут чутка осталось добить два абзаца размером на всю страницу. Погнали. Так, где мы остановились? А, как раз мы уже один абзац добиваем. Так, так, так. Охренеть, что нам Макс пишет? Охренеть. Он пишет, я не знаю, как поступать правильно, я лишь рассуждаю с точки зрения человека, который анализирует поведение и природу человеческой особи. Охрененно ты, Максим, бомбанул сейчас. Типа, если ты так сказал, то все, да, ну, как бы, спроса с тебя ноль. Типа, я не знаю, как правильно поступать. Я, конечно, вам посоветовал, да, прислушаться к цитатам мощнейших мафиози и пойти отомстить и вернуть свою внутреннюю силу и умереть сильным человеком. Но, вы знаете, может быть, я ошибаюсь, да, Максим? Нормально. Ну, ну, что, ну, молодец, да, молодец. Ага, пассаж, завершительный абзац статьи. Я и прощал, и мстил в своей жизни, и ни о чем не жалею. Я поступаю так, как считаю нужным поступить, так как я взрослый человек. Это какие-то аффирмации, да, Максон, наверное, придет перед зеркалом становиться и говорить, я сильный человек, я уверенный в себе человек, я ни о чем не жалею, я взрослый человек, я отдаю себе отчет в своих поступках и готов нести за них ответственность. Охренеть! Максон! Даже не знаю, что тебе посоветовать. Может, не знаю, спорт какой-то, просто бегать начать, как-то там расти в количестве подтягиваний, может, это сможет как-то тебя воскресить, вернуть из загребного мира, из которого ты пишешь, пишешь вот эти мощнейшие огненные статьи. Такой же позиции я советую. Я не знаю, как правильно, но я советую. Почему бы нет? сейчас за это на нары не отправляют. Такой же позиции я советую придерживаться и вам. Главное, не прощать только лишь потому, что не можешь отомстить. И если ты прощать не хочешь, а мстить не собираешься, тогда ты, дорогой друг, убиваешь сам себя. Ты своей собственной рукой расписываешься в собственном бессилии. Если ты прощать не хочешь, а мстить не собираешься. Оптимально. Какой бред. А неужели он правда это написал? И если ты прощать не хочешь, то есть я не хочу прощать, но мстить не собираюсь, тогда ты, дорогой друг, убиваешь себя. Это биполярочка, но я не профессионал, это мне так кажется. Мне что-то интуиция. Вот и ветер навеял. Ветер чуть-чуть сюда попадает и навеивает. А почему навеивает? Потому что Максим чуть выше вот что нам говорил. Он говорил, что так, он говорил, что вы умрете сильным человеком, даже если не отомстили. При одном условии, если вы не смирились и не простили. То есть если вы не простили и не отомстили, то умрете сильным человеком. А в следующем абзаце Макс говорит, если ты прощать не хочешь, ну то есть все, как Макс учил, я не собираюсь прощать этого человека, я не прощаю, а мстить не собираешься. Ну да, ты же Макс сказал, что даже если я не отомстил, да, ну бывает, ну может быть там сила, ну необъятная, да, ну как я отомщу? Ну, однажды я был вот на инаугурации президента, и он так, знаете, на меня посмотрел, что я, знаете ли, очень сильно обиделся, и это сломало мою жизнь, и все, жизнь разделилась на две части. Теперь я в жопе, как бы, теперь у меня все пошло под откос. Ну и как я теперь доберусь до президента, чтобы ему отомстить? Мне это, знаете ли, нелегко. Ну ладно, может быть, знаете, Максим так спешил на своем сайте, да, что случайно частицы нет, там, как-то она, допустим, залетела, да, Ctrl-C, Ctrl-V, может быть, сделал у конкурента, да, абзаца какого-то предложения. Ну ладно, бывает, 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 бывают просто биполярные статьи, ничего с этим не поделаешь. Так. Принимаешь, короче, таким образом ты позицию слабого человека, и это не будет давать тебе покоя всю твою жизнь. Откуда ты знаешь, Макс? Ну ты же 100% о себе и говоришь. Ты что, ты до сих пор болен там какой-то этой проблемой своей, что ли? Что там с тобой делали? То есть, как человеку я, Максиму, сострадаю. Сострадаю его боли, я над этим не насмехаюсь. Но, Макс, ты сам назвался груздем, ты стал публичной фигурой, ты пишешь эти статьи в интернете. Ну, чего ты хотел? Тут уже игра начинается по-жёсткому. Ты уже, что называется, непростой человек. Ты, вот, публичная фигура. Ты людям это всё советуешь. Так что, ну, лови подачу, Макс. Не надо воспринимать месть, как просто физическое явление. Это прокачка психики. Это прокачка психики. Это состояние разума и души. Ну, здесь, на самом деле, правильно, да, я же вам сказал. Месть – это состояние сознания. Ну, это бомба. Прокачка психики. Пошёл отомстил, прокачал психику. Вот это, а на психологи пошли, я понимаю, да. Эх, в наше время так было скучно. А сейчас интересные психологи пошли. Наверное, сериал пересмотрел какой-нибудь там с антигероями, да, типа Лютер, там, ещё. Кто как бы на стороне правосудия, но как бы очень падла с жёсткими методами, потому что у самих проблемы в голове. Человек, совершивший зло по отношению к вам, зло, забрал вашу силу. Блин, Макс, проснись, уже всё, уже не девяностые. Сними с глаз это кастанеду, псилосибиновые грибы, острия духа. Никто твою силу не забирал. Даже если какой-то прокол кто-то сделал в твоей ауре, да, ну, Макс, твоя сила – это твоя сила. Перестань фантазировать, что она улетела к другим, и волшебным образом её можно вернуть. Ну, волшебную как? Ритуалы обычные, то есть это основа религии. Ты же, Макс, говорил, что религия – утешение слабых. Это основа религии, ритуалы вот магические. То есть я провожу какой-то ритуал, например, я прихожу, какое-то действие совершается обычное. Мне дают там вина, ложку, хлеба, там, потом это крестик, купель. Разные ритуалы, но этому приписываются могущественные силы. Вхождение Святого Духа, ну, при условии, что человек там ещё искренен, да, очищение. Лучшее место там после смерти. Приписывается могущество. Так и хорошо, может, так и есть, да? Ну, ты, Макс, сам говорил, что это для слабаков. А теперь ты предлагаешь мне ритуал. Пойти отомстить человеку. Внешне это будет физическое какое-то действие. Ну, естественно, по уму как-нибудь отомстить, чтобы не сесть на нары, да? Проучить, отомстить. И магическим образом моя внутренняя сила вернётся. То есть она была, да? А я что, я с ней родился, Макс, или как? Как там вообще происходят дела? Ты что-то не совсем это всё объяснил. Ну, да, видимо, сам ещё не до конца разобрался, да? Человек, так, забрал вашу силу, данную вам природой, ну да. И возможно, а возможно и Богом, он прямо пишет. То есть всё правильно. Бог, природа мне дала силу, уверенность. Но меня несколько раз обидели люди, и я не отомстил. И теперь у меня нет этой внутренней силы. Но я её могу вернуть, пойти им отомстить. Класс. Класс, Макс, ты просто наглухо религиозный человек. В этом смысле. В худшем смысле, в каком-то, в общем-то, я обвинял религию. И вы вправе вернуть её обратно, эту силу. Моя сила, жди меня. Я иду за тобой в священный поход, в священный огонь мести. Послонился, иду за силой. Не знаю, Максим, может быть, Звёздные войны так в голову ударили под каким-то, я не знаю, особым состоянием сознания. И тебе так зашло, вот прям промеж. Промеж этой биполярочки. В середину эти Звёздные войны зашли. И ты теперь в таком крестовом походе силы находишься. Я чувствую, что... Я знаю, что чувствует человек, простивший. И тот, у кого есть надежда отомстить. Ну, то есть, он же и прощал, и это... Простил это всё, чувствуешь себя опущенным. А если есть надежда отомстить, ты уже на форсаже как бы. Ты уже на форсаже. У последнего гораздо больше жизненных сил, нежели у того, кто смирился. Не, Максим, здесь ты опять рассказываешь свою историю. Пойми, Максим, люди, конечно, очень похожи. Но ситуации их зачастую различны. И то, что ты пишешь, это твоя история. И ты придумываешь это, словами одеваешь, смирился, жизненные силы, простить, месть, религия, бог, возможно. Я не говорю, что я прав, мафиози. Макс, я на твоей стороне. Но это надо прекращать. Никогда не поздно. Тем более, у тебя есть сайт, достаточно написать. Ребята, вот видео Романа Жаркова. Принимаю покаяние. Пусть мои статьи уже, видимо, не удалить там из кэша, да, интернета. Но пусть это вот в назидание потомкам. Как я, психолог Максим, бывший психолог Максим пробил дно. Ну, а кто не пробивал дно? В конце концов, своими руками, может, и никого не убил, да? Ну, может, кто-то, почитав эту статью, немножко тебя не так понял. Ну, это законы природы, Макс, да? Это путь силы. Кто не пробивал дно? Ну, покайся просто. Покайся. А лучше хотя бы для начала раскайся. Осознай. Осознай, что проблема-то твоя не решена. И ты продолжаешь заполнять мир вот этим шлаком. Шлаком своих проблем. К тебе приходят клиенты, чтобы решить свои проблемы. Ну, если ты практикующий психолог. Но ты окрашиваешь их. Ты на них каждый раз надеваешь кафтан своей этой проблемы. Это не твое видение мира, не твое мировоззрение. Это твоя проблема, говорит, твоими устами. Ну, и это, конечно, как говорил один парень на Ютубе, и это печально. Поэтому, друзья, ну, я не знаю насчет друзей. Ты тут, может быть, спешишь, Максим. Делайте выводы. Если у вас большие планы на жизнь, ну, Максим молодец. Он еще перед зеркалом говорит, как там, я ни о чем не жалею, я взрослый человек, у меня большие планы на жизнь. Пока чистишь зубы, парочку аффирмаций в зеркало просто дж-дж-дж, как мафиоза, разряжает. Просто дж-дж-дж-дж. Шестизарядный какой-то там револьвер. Аффирмации. Если у вас большие планы на жизнь, в скобочках я добавляю, как у меня, Макс должен надо было написать. Вы просто не можете позволить себе такую роскошь, как прощение. Ну, ладно, посмеялись, да? Я, как это, делаю время по тихий час, по тихий час делаю время. Надо сейчас поговорить серьезно. Ну, давайте по делу, да? Месть – это состояние сознания. Поэтому шутка у нас была с другом. Стоять и мстить – все, в этом шутка. Вот такая фереерия интеллектуального юмора. Не развивайте это, а просто представьте, что вы стоите и мстите. Допустим, есть какая-то группа, вы вообще ее не любите. Но вы или приходите на ее концерт, или были вынуждены прийти. Может быть, это вы в клубе пришли со своей девушкой, которая, может быть, этой девушке вашей нравится, да, эта группа, а вам она совсем не нравится. Вы, может быть, ненавидите даже лично этого вокалиста. И вот пока все радостно пляшут, или танцуют, или с удовольствием слушают эту группу, вы стоите и мстите. Все. Не представляете, как вы мстите. Не надо. Месть – это состояние сознания. Вы пришли, и вы утверждаете. Вы просто стоите в этом состоянии, и все. То есть вы стоите и мстите. Устали – присели, сидя мстите. Бармен, сок, пожалуйста. Пьете сок – и мстите. Отомстили – и ушли. понимаете в чем идея далее закроем сразу вопрос прощения а то начинается как это простить иисус учил прощению но но это же бред да ну во первых нужно вот если вы хотите даже о религии до рассуждать ну вам надо сначала вникнуть вникнуть в эти идеи религиозные о чем они вообще говорят что вообще это значит не подставь щеку когда тебе ударили действительно ли это так вот настолько примитивно действительно ли допустим новый завет весь сотками из притч и образов аналогии которые помогают вам понять глубокие идеи какую-то мудрость вековую действительно ли эти слова в ней просто вот буквально ничего за ними не стоит не о чем тут поразмышлять то есть изгонять торговцев из храма кнутом можно а вот щеку подставить нельзя ну не пробовали размышляя данную эту тему но сегодня мы не об этом вкратце мы скажем так конечно слово прощение в принципе его она не нужно его не должно быть словарях словарях будущего до в словарях нашего сердца потому что это ну конечно это нелепость кто ты такой вообще чтобы прощать другого человека о чем тут речь идет за что мы прощаем человека когда он совершил какой-то поступок тяжелый плохой в отношении нас как можно этот поступок ну что ли простить до отпуская тебе грехи понимаете это откуда пошло от вот это за бабки прощать грехи ты приходишь нот как паталицизме на пришел к сеченнику исповедался там ну раньше пока не знаю как сейчас средневековья там епитимию или как называется выписывали там чуть ли не бумажку наперед напиши мне на месяц вперед даже я грешил и мне это все простилось а вот тебе пожертвования там все как надо чики-бам-бони это же оттуда пошло вот это искаженное понимание прощения то есть если человек совершил какой-то поступок если мы верим что есть какие-то законы там бог или карма судьба то все этот человек создал определенное ну причины до заложил своим поступком однажды он получит определенное следствие этого поступка ну жатва да произойдет то есть он посеял урожай он его и пожнет причем здесь вообще прощение я прощаете и что то есть от этого вообще ничего не меняется но если посмотреть на это ну как на закон причины и следствия да это первое о чем же тогда может идти речь что в нас кипела что-то обида или что-то и мы хотели даже что-то сделать или прервать но по какой-то причине не смогли нам этот человек по какой-то причине все-таки долг что мы смогли через это переступить но как-то так и вот это вот мы прощение называем да но здесь это совсем другое это опять же ты себя повел так что во мне это ну вызвало вот это состояние неприятное состояние сознание там обиды мести может быть еще что-то который меня изнутри сжигают разъедают и даже если я просто скажу тебе я тебя прощаю ну что это значит это просто ну знак моих добрых намерений да что мы продолжаем сотрудничать мы продолжаем наш союз продолжается но это просто культурная форма в жизни мы это интуитивно понимаем если человек говорит прости да то есть что здесь важно если человек совершил хреновый поступок и сказал прости это но и по настоящему моего простить а то есть правильно поддержать можем если мы в нем видим вектор если он хочет меняться нет смысла прощать задачи не прощать а искоренять до искоренять эту причину которая нас подталкивает поступать таким совершать такие поступки за которые нам еще и потом приходится прощение просить да значит мы в чем-то не правы и на это нас подталкивают какие-то наши качества мы должны начать работать над собой в этом направлении как иначе правильно это же ну элементарная логика и если другой человек видит это он видит нас желание то есть когда мы перед ним там извиняемся еще что-то просим прощения он чувствует это в нас во первых раскаяния что мы понимаем понимаем что мы сотворили понимаем почему что нас подтолкнуло на это и он видит что мы работаем над этим да мы хотим ну избавиться от этого и он вот этим словами привычными нам прощать или еще что-то он нас поддерживает в этом он нас любит он мы ему дороги и он нас поддерживает он говорит давай давай еще немножко и все получится он видит что вы растете вы развиваетесь да и вы видите что он тем же сам занимается и мы друг другу помогаем мы поддерживаем именно этот вектор созидательный что мы заменяем отрицательное на положительное какие-то качество еще что-то мы пытаемся повернуть в плюс и не пытаемся мы это делаем со скрипом с трудом пробивая дно раз за разом но мы двигаемся вот это и ценно это то что нужно нет смысла конечно здесь когда речь идет о подавлении да там не подавлять ну так правильно какой смысл что-то подавлять терпеть надо думать как искоренить как избавиться от этого желания и конечно без устремления к чему-то высшему как как бы оно не понималось если ты там атеист значит ну насыщайся какими-то культурными идеалами там великим гуманистом лежи себя на диване представляй в зеркало как макс чисти зубы и говори мало мало говорит я серьезно я уверенный я великий гуманист я великий гуманист иисус христос был гуманистом и я гуманист ну и что что бога нет я великий гуманист да что-то должно насыщать сердце красота должна насыщать сердце какие-то возвышенные чувства торжественные чувства красота природы что-то прекрасное в людях можно всегда найти разглядеть когда они счастливы подловить момент украшать мир как-то ну надо ребята насыщаться до более высокими что называется вибрациями вибрации должны быть очень высокими очень скоростными чтобы мы были счастливы и друг друга поддерживали и развивались в этом иначе будет плохо что еще можно полезного сказать это ступени это ступени человек пока он не берется за себя и не начинает саморазвитие он отождествляет себя вот с этой вот импульсивной природой которую умом иногда называют он с психикой с эмоциональной частью психики ему действительно кажется что это он хочет но это не он хочет она мстить ну это некая программа словно да в психике вот она импульсивно она хочет то она хочет все она хочет отомстить она хочет ту женщину она хочет всю женщину она хочет того мужчину она то она все и что человек намного больше тем более у нас есть интеллект почему бы его не заметить и не начать в себе развивать И тогда эти низшие стихи, они утихомириваются эмоционально. Мысль, она помощнее будет, эмоции. Не поддавайся ты так сильно и легко, и это импульсивно, иначе ты ее рабом будешь, выполняя прихоти, ну это то, что в эзотерике астралом называется, ну эмоциональная наша природа, такая недисциплинированная, потому что у нас такая система воспитания, образования, культура, что, ну, вырастает кисель, не поймешь что. Еще алкоголем это подрассшатывается быстро, и получается на выходе просто жесть какая-то. И ты просто раб. Тут нет никакой свободы следовать этой хрени. Это же бесконечное молотило, приносящее одни проблемы. Я захотел нажраться, я пошел нажрался, да. Вот, пример. Нажрался человек и пошел натворил делов. А потом его в суде судят, как будто бы это он натворил. Так вот, поэтому и надо алкоголь запрещать. Это все равно, что порошок, который человека на время в зомби превратил. Ну, я рассказывал не раз случаи, когда мужчину взрослый вот перепил и по горячке мать родную задушил. У него хорошие отношения были с матерью. Не было у него там никакой обиды на нее с детства. А он просто стал безумным животным. Интоксикация, ну, это алкоголь. Это жесткий депрессант. Этанол этот, этиловый спирт. Это же жопа. Это наркота, хлещ и героина. По этим. Это все бытовые убийства, самая жесть. Галлюцинации, черти. Это же все водка. И всего лишь ты нажрался, ты стал чмом, да, животным, ты пошел, наворотил дел. А тебя за это потом судят, потому что, ну, тебе как бы воли не хватило. Это культурный напиток, напиток, алкогольный напиток. Ты его купил в магазине. Вот хорошие люди, они знают меру. А ты вот не справился. Причем, блин, ну, так запрещаем же, да, за рулем пьяному ездить. А с детьми дома со своими сидеть не проблема. Охренеть. Ну, ладно, про алкоголь тоже тематика отдельная, но я как аналогию, да, провел. Ну, нажрись и пойди поддайся импульсам. По пьяни тебе там захочется, что кого-то там, не знаю, напрыгнуть на кого-то. Сексуально тебя хватит инстинкты или агрессия, да, захочется кого-то убить. Ну, иди, давай, сделай. И что? Это ты? Это ты сделал? Ты же потом на суде будешь сидеть, плакать. В состоянии афигации. Я не знаю, это не я. Да, у меня даже мыслей таких не было. Потому что ты поддался. То же самое с этими эмоциями, с импульсивной нашей природой. Да, не надо ничего их подавлять, но надо преображать. Нужно, это выбор. Ты либо поддаешься, становишься рабом, как говорилось раньше, страстей, да, либо ты, нет смысла это удерживать, подавлять, самобичевать. Ты должен расти, развивать разум, интеллект, вот свет знания на себя проливать, просто как вот ведра. Недостаточно пары ведер холодной воды с утра. Нужно свет знания на себя проливать постоянно. Иначе как? Просвещение нужно. Ну что это такое? Малограмотными будем продолжать ходить, да? Развиваться надо, это же интересно. Это же интересно. Ты должен постоянно расти над собой, да? Превращаться в более благородное существо, в более высокоразвитое. У человека огром. Это вот одна лиса от другой, они не сильно отличаются. Ну та хитрее, та нет, да, этот волк может быть вожаком, этот нет, но это маленький разрыв. А у людей уже эта гамма, у нас большая степень свободы в сравнении с животным царством. Это капец, как мы можем развиться за одну жизнь. Удивительно. Ну почему этим не воспользоваться шансом? То есть это первый момент, да? Если мы уже понимаем, начинаем это, есть такой вот момент, знаете. Ладно, я сам мстить не буду, Боженька отомстит. Боженька его почикает ножом за то, что он со мной так сделал, да? Это, конечно, тоже плохо. Я даже недавно видел, вот наш патриарх Шри Кирилл, да, ну РПЦ Православной Церкви, такое говорил. Его можно понять, мол, я же разговариваю с невежественными массами, да. Им надо вот, как когда-то Моисей сказал, да, давай-ка око за око. То есть если он тебе выколол око, не надо вырезать все его колено, до седьмого колена весь его урод, да? Просто выколи ему око, давай мы ему выколим око, как бы квиты. Когда более-менее такая законодательная система была введена, ну, вроде как, да. Ну, если я у тебя одного барана своровал, ну, и я тебе, как бы, должен вернуть барана, да? Или два, например. Ну, не надо за это зарезать всю мою семью, насиловать моих дочерей и жен, да? Ну, не надо, пожалуйста. Потом, когда уже дозрели мы, да, до других идеалов, ну, вот там, пошли какие-то идеалы такие новозаветные, хотя бы озвучиваться. Ну, есть, потому что у нас разум, да? То же самое, когда мы говорим, ну, ладно, ладно, я, естественно, мстить не буду, я выше этого, да и нафиг это мне надо, еще проблемы, да? Но карма, тебя карма накажет, это к тебе, падла, вернется бумерангом. Конечно, такого по-хорошему быть не должно, потому что мы продолжаем желать зла человеку, а это означает, что мы сами пребываем в злом состоянии сознания. Понимаете? Когда мы эмоционально не заинтересованы, то мы без проблем можем и сдачи дать, и проучить человека. И таких примеров я немало вам могу рассказать. Ну, если эта часть непонятна моей мысли, заказывайте просто еще одно видео. Ну, невозможно, да, прям, да и нет желания прям все у меня охватывать. Ну, и сил, сколько, сколько тут можно молотить, когда моя задача донести основную мысль. Это, конечно, но до этого тоже нужно дозреть, поэтому есть переходные ступени. Это лучшее, это меньшее зло. Если человек, то есть, смотрите, он сдерживает себя физически, он физически не идет мстить. Он это говорит, пусть за меня почикает его боженька. Боженька, карма, чтоб тебя там, проклинание тебя, да, может, порчу пойду наведу, как бы дистанционно. Пусть этот падла-экстрасенс тебе даст Гарри. Что там я ему дам эти 5, 10, 30, 40, 500 тысяч, зато, может, что-нибудь сделает, но я не сам. Но это уже приучает человека сдерживать свои вот эти агрессивные животные. Ну, иначе ты просто животное. То есть, если ты пошел просто и тупо убил, да, или там избил человека, еще что-то, ну, ты тупо животное-то вообще. Желательно тебя изолировать, потому что даже если ты прав, вроде как твои мотивы, да, ну, у нас есть все-таки система законодательства. Да, она может не работать, чувак, ну, блин, ну, это мы все понимаем. Ну, а если ты так себя не можешь держать в рамках, нахрена ты нам вообще такой нужен, да? Ну, баран реально, ну, животное. Это же жесть. Ну, в общем-то, блин, ребята, ну, это уровень и еще вот этих вот, ну, Моисея, да, там, глаз за глаз, око за око. Ну, не знаю, ну, 21 век на дворе. Понятное дело, что мало что изменилось. Ну, третье тысячелетие, это же звучит гордо, да? Ну, понятное дело, что еще несколько миллионов лет надо, если человеческий вид не вымрет, чтобы так сэволюционировать. Ну, среди нас есть уже люди, видите, мы об этом с вами говорим, мы об этом с вами общаемся. И я уверен, если вы мало того, что смотрите мой канал, а и смогли это видео досмотреть до этого момента, и вам интересно, ну, все, вы готовы. Вы готовы. Вы прямо сейчас можете освободиться от этого, от всей этой желании какой-то мести, еще что-то. Просто забудьте вы о других людях. Смысл вот этого смирения, там, прощения, еще что-то, только в этом. Освободиться от связи с этими людьми. Иначе вы связаны, вы о них думаете, вы эмоционально вовлечены, мысленно. На это уходят ваши ресурсы, ваша жизнь, которую вы можете дарить своим близким или производить что-то полезное. Это вас отягощает. Да, возможно, вы не знаете, а как это сбросить, но, поверьте, ну, вы просто цепляетесь. Ну, вот как тот Суфи, который, когда царь один сказал, давай, Суфи, научи меня тут свободе. Ты, говорят, свободный, да, и я хочу быть свободным. И Суфи подбежал, подошел к колонне, обнял колонну, ну, и стал кричать колонне. Отпусти меня, отпусти, я не свободен. Ну, даже царь сказал, ну, что же ты, да? Ты же сам ее держишь, колонну. Ну, вот так царь и понял, что Суфи хотел ему донести. То есть, ну, мы сами держимся за это, трясемся. Ну, вот это и есть малодушие, слабость. Вот Максим не прав в этой статье. Вот это и есть слабость. Ты боишься это бросить. А то, что надо сдавать сдачи, там, не давать себя в обиду, уметь сказать нет, да, уметь высказать свою позицию. Ну, конечно, шаг за шагом давайте все вместе этому учиться. Но это не значит, что мы должны исходить из, ну, чувства обиды, мести, еще что-то. Да, это, это разные вещи. Никому не надо давать себе на шею сесть, там, еще что-то. Потому что это эксплуатация, это манипуляция. Если мы даем так делать, то, ну, мы можем это не осознавать, но как только мы осознали, это надо, да, или с такими людьми расставаться, желать или им высказать, ну, всякие в жизни ситуации бывают. Иначе мы будем одобрять манипуляцию, эксплуатацию других людей. То есть можно спокойно об этом вслух сказать. Ну, конечно, надо уметь это сказать, иногда с юмором. А сейчас, а то сейчас же такое время пошло, что в том же сфере бизнеса, да, над вами еще и посмеются. О, какой наивный, а ты как думал? Конечно, мы тут, да, заинтересованы, блин, назолотиться, кого-то ужать, ущемить, самим приобрести. Но это тоже, это просто правила игры этих людей, да, тут на что обижаться. Ну, в общем, надо трезвыми быть, реалистами быть. Но быть охваченными вот этими состояниями сознания, мести, это, блин, да, ну, бросьте вы все это, так жизнь коротка. Это ж мало ли, что кто-то нам обещает бессмертную жизнь, или что мы еще переродимся, или когда-то, может быть, вспомним свое вот это существование, или когда-то другой человек в будущем вспомнит вот это наше существование, для него оно словно будет вот каким-то наследием, которое, может быть, древние называли прошлыми жизнями, а оказывается, просто такая вот связь между людьми все-таки существует, да. Чтобы то, что я в себе сгенерировал, я не могу передать генетически, но, может, это как-то в пространстве, это, может быть, как-то унаследуется кем-то другим, да. Как-то это обогатится, помимо того, что я могу свои мысли, ну, записывать, таким привычным культурным способом сохранять. Ну, в общем, надеюсь, надеюсь, вы достаточно сильны, ну, раз вы досмотрели видео до этой минуты, вам было интересно, я уверен, вы достаточно сильны, чтобы на самом деле разум освободиться, надо просто перейти в другое состояние сознания. Так же, как и прощение, обида, это тоже состояние сознания, это тут не нужно прощать, если ты ни на что не обижаешься, да. Может быть, тебя что-то уязвило, но если ты достаточно внимательный к другим людям, и ты в себе начал умеешь разбираться, да, ты занялся саморазвитием, ты лучше понял самого себя. Ты познал себя, ты познал мир. И ты понимаешь, ну, а на что обижаться? Ну, это просто вот такой человек. На данном этапе своего развития он может поступить, ну, он поступает так. Он мог бы поступать лучше, он поступает так. Это его выбор. Может быть, он еще не осознает, в чем проблема. Но на что тут обижаться? Надо делать выводы, не иметь с таким человеком дела, да. Или, если нужно иметь, учитывать. Ну, и что? У меня тоже, знаете, были друзья, которые вот в некоторых местах ненадежны. Которые даже, можно сказать, в каком-то смысле меня предавали в тяжелой ситуации. Была когда очень тяжелая ситуация, и я дохожу до места, где меня должны ждать, да, друг, встречи, а там никого нет. Потому что была причина, он там испугался, он уехал, я его могу понять. Но он мог отъехать там, какой-то там километр, два, там меня подождать, где я буду идти пешком, да, чтобы я не шел из одного города в другой пешком. И когда я пришел, и я совсем справился, и прошло чуть ли не сутки, и я наконец-таки вернулся к себе там в общежитии, где я тогда жил, он там сидел. И он меня обвинил, потому что он не получил того, что хотел. Но это удивительно. Ну и что? Он остался мне другом. Ну, я сделал определенные выводы, да, что с этим человеком, конечно, дел лучше не иметь. Надо знать, где он трус, в чем он трус там. Может быть, я в чем-то трус, да, где-то в других ситуациях поведения. То есть в интересных мне сферах мы можем продолжать сотрудничать. Ну, такой человек, такая душа. Но это не значит, что это нормально, да. Типа, да ладно, ладно, я тебя просил. Да мы даже не обсуждали это. Я ему даже не высказал никакой претензии. Ну, я вижу, что на данный момент до него это просто не найдет. Нет, ну я, конечно, сказал. Я говорю, а ты не прихерел ли? Ну, знаете, там как с гуся вода. Вот, что я хотел сказать. Ну, конечно, да, полезно быть реалистами и все. Быть о людях не хорошего мнения, не плохого, а такого, какое оно есть. Иногда это сложно, сложно достичь такой проницательности. Ну, это же с опытом приходит. И чем мы лучше себя понимаем, тем лучше. И в целом становимся наблюдательнее, замечать начинаем подводные течения сознания в других людей. Ну, что-то такое. В общем, это эволюция, да, детка. Ладно, я уже считаю, что основной месседж я донес. Что тут дальше рассусоливать? Если тема интересна, введите ее продолжение. Или хотите, чтобы я что-то еще разъяснил, обращайтесь. До новых видео. Алоха Гавайи. Небольшой пасскриптум, чтобы лучше понять природу мести. Простой пример. Ну, вот времена стародавние. Око за око. Какой-то человек, например, да, лишил другого глаза. А идея око за око, да? Он тебе глаз выколол, и ты либо сам, либо лучше всего общества собралось. Ну, что делать? Надо вот в ответ лишить человека глаза, да? Но понятное дело, что, ну, это не решение, да? Потому что, ну, смотрите, остался, да, вот человек без глаза. Это же, ну, трагедия. Ему теперь до конца жизни так жить. И какая разница, да, что, ну, другого человека, обидчика, да, тот, кто это сделал, тоже лишили глаза. Теперь просто два калеки живут. Но звучит справедливо, да? Возможно, в те времена это помогало как-то частично людей, вот, ну, держать в окоах. Мол, что ты хочешь? Да, ну, что ты хочешь? Ты без глаза, ну, и он теперь без глаза. Но, конечно, как может разумное, да, общество выглядеть? Вот как современное. Хорошо бы компенсация, да, денежная. Например, сколько-то миллионов рублей, ну, откуда что-то человек возьмет? Ну, это другое дело. Чтобы сделать новый глаз, например, да, пересадку по глаз. Новый глаз. Какая-то компенсация, вот, страховки, да, все вот это, мы вклад. Бац, тебе кто-то глаз бомбанул, общество тебе помогло новый заполучить. Или облегчило твою жизнь, потому что с одним глазом тебе сложно работать, еще что-то, да. Усложняется твоя жизнь, твоей семьи. Но здесь есть вот словно тот человек, который это сделал. Мы как общество должны судить этого человека. Как он это сделал? Случайно, намеренно, в каком состоянии, ну и так далее. Но представьте, что не будет объекта мести, вот, кому мстить. Что вы просто шли по лесу, вот, наткнулись на палку, да, и глаз выковывался. Но лес, он кажется естественным. А может быть, вы на стройке, вы работали. Вы работали честно, вас там, вы обижались, что вас начальство эксплуатирует, еще что-то. И вот такой вот неприятный случай на работе, да, бац, человек, допустим, лишается глаза. Такое стечение обстоятельств. Но представляете, какая обида? Я к чему? Я сразу скажу. Человек может вот, развивая, как вот Максим нам предлагал, да, месть, он может просто решить отомстить всему миру. Здесь упал, здесь, а это, испачкался, да, здесь покалечился. У него начинает негодование к миру. Он просто может захотеть миру отомстить. Теракт какой-то устроить, еще что-то. Не конкретно. И ему даже, тот, кто знает об его идеях, да, может сказать, ну зачем, ты же невинных людей погубишь, да. Там, где ты хочешь это совершить, там же дети ходят, еще что-то. В чем они виноваты? А ему какая разница? Он уже все, озлобился, он вот в этом состоянии мести. Ему хочется отомстить, а некому. Ну, он уже хочет общество отомстить. Да, наблюдайте эволюцию. Потому что месть — это вот состояние сознания. И это хорошо, если ты знаешь, кому отомстить. В другой момент вы шли, ну, давайте не вы, да, а вот гипотетически какой-то человек шел где-то по переулку и совершился беспредел. Ну, даже в криминальном мире это не одобряется, беспредел. Вот у нас как-то был в Калининграде случай, что в таком неблагополучном районе, особенно на те времена, человек просто шел днем на работу. А к нему подлетели двое ребят в спортивных костюмах и шило, шилами, как во множественном числе сказать, ну, затыкали. Я не помню, выжил он или нет, но там они длинные были, эти шила. Понятное дело, что какие-то органы, да, повредились, еще что-то. И это, вот именно этот случай, это не была какая-то разборка, еще что-то. Это вот был беспредел. Ну, хрен знает. Может, ребята, да, под какими-то веществами так развлекаются, может быть, еще что-то. Но это беспредельщики. И даже в криминальном мире таких людей стараются отлавливать, ну, потому что это так дела не делаются, да, это называется по беспределу. Но такое происходит. И, допустим, это в темном переулке случилось с вами, и вы вот не знаете, кто это сделал. Ну, вот тот же Серафим Саровский в лесу, да, он хотя бы, возможно, видел в лицо вот тех, кто его там избил, да, это горбуном сделал или что-то, я уже не помню. Ну, хорошенько его там молотнуло. Хотя он уже ушел от общества, там, один в леску, это не играет, ну, не имеет никакого значения. Везде такое может случиться. А здесь, представьте, вы можете даже не знать, ну, кто это сделал. И вы можете вот именно понимать, они, допустим, убегали, да, в масках, в темноте, но по их хохоту, по их речи вы вполне можете сделать выводы, да, вот в этой гипотетической ситуации, что это просто так. Ну, им просто хотелось вот порезвиться, посмотрели, да, они это, заводного апельсина, пропитались идеями старого доброго ультранасилия, и вот так вот, допустим, молодчики развлекаются. Все, ну, вы вообще ни при чем, вы просто, что называется, оказались не в то время, не в том месте. Другой вопрос, почему это случилось, случайное совпадение, или же мы к этому вопросу подходим религиозно, там, карма, да, или там, Бог что-то хочет сказать, ну, и так далее, да. Есть варианты, накопленные схемы, как это дальше осмыслять, как с этим жить. Но все, то есть вы не знаете своих обидчиков, ну, вот кому вы будете мстить? Всем плохим, беспредельщикам, да, еще что-то. А может быть вообще с вами что-то случилось само по себе, и вы в целом озлобились на мир. Вас он не устраивает, и вы хотите вообще отомстить всем, понимаете? А если представить, что вообще вас лишили возможности, да, вот как рассказывают про загробную жизнь, да, что здесь алкоголик пил, 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 привык пить, бац, умер, и ничего не изменилось, но тела нет. То есть страсть есть, потребность есть, а нет тела, чтобы это удовлетворить. То же самое сластолюбие, с еще что-то. И вот какие-то он продолжает видеть, как искушение или грезы его, да, проецируются сознанием, а нет тела, чтобы вот как-то это насытиться, хотя бы время на это сбросить. Ну, то же самое и здесь, да, чувство мести, там, вот вы им, допустим, горите, а раз, и нет возможности это никак реализовать. Вот обо всем этом тоже полезно подумать, что как вот, допустим, Максим, да, мог в статье так легко рассуждать, вот вас обидели, идите отомстите. Ну, это же такое очень широкое дело. А если меня, я считаю, что меня мир обидел, общество меня обидело, судьба меня обидела, да, Бог меня обидел, еще как-то. И я теперь просто хочу всем отомстить. По идее, по мысли Максима, мир лишил меня внутренней силы, там, Бог лишил меня внутренней силы, общество лишило меня внутренней силы. Да просто вот само существование лишило меня внутренней силы. Мне надо ему отомстить, отомстить самому существованию. Потому что вот эта жизнь, как мы ее знаем, какой бы она ни была, она старше нас. Ну, кто такой, да, песчинка, там, которой 30-40 лет, вот она бродит, пищит что-то, я там сейчас туда пойду, тому отомщу, силу какую-то верну. Грезит, где сила? Ты же песчинка, да, какая у тебя сила? Ты что ли эти планеты создавал? Ты их творил, их природа, да, законы природы сотворили. Поэтому, ну, осознать надо, да, тоже свое место, что как бы ни было, какой бы человек конкретно вас не обидел, это, конечно, не дело, да. И мы уже говорили про, там, дать сдачи, ну, взаимоотношения какие-то адекватные между людьми и прочее. Азы, что ли, да, азы коллективной жизни. Но, в целом, ну, ты в любом случае будешь спорить с жизнью, которая старше тебя, мудрее тебя. Ну, как мудрее, здесь мы уже антропоморфные, да, черты приписываем существованию. Ну, в целом, ну, задумайтесь, да. Тут галактики, метагалактики, и вот какая-то претензия, бац, а меня, извините, обидели, хочется отомстить, чтобы как-то это скомпенсировать. Компенсироваться. Компенсационные мероприятия. Но такие мероприятия, желательно это все в себе решать, да. Потому что плохо, когда, чтобы что-то решить, нам нужен прям другой человек, особенно в негативном ключе. Когда мы не сотрудничаем с людьми, а вот все, мы думаем об этом человеке, думаем, как ему сделать зло, чтобы нам чуть-чуть полегчало, может быть, компенсационные мероприятия, еще что-то, еще что-то. Ну, а жизнь-то идет, что там, 30, 40, там, ну, 50 лет, да, ну, может, 60, ну, может, 70. Вот. Такую хотел сделать добавочку. Ну, и все. За сим прощаюсь. До новых видео. Алоха Гавайи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok